МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Андреевич Захарчук, начальник УВД Гомельского облсполкома, полковник милиции. Родился 20 апреля 1964 года в Новогрудском районе Гродненской области. В 1986 году окончил Минскую специальную среднюю школу милиции имени Фрунзе МВД СССР. В 1991 году Минскую высшую школу МВД СССР. С 1982 по 1984 годы проходил службу в вооруженных силах. В 1986 году пришел на службу в органы внутренних дел, которую проходил на различных должностях в уголовном розыске. С 1993 по 2002 годы возглавлял уголовный розыск ОВД Солигорского горрайисполкома. С 2002 по 2008 годы работал сначала первым заместителем, а затем начальником отдела внутренних дел горрайисполкома. В 2008 году назначен на должность первого заместителя начальника ОВД Гомельского облсполкома, начальника криминальной милиции. С октября 2011 года возглавлял Главное управление уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь. Награжден медалью за безупречную службу 3, 2 и 1 степени. 4 сентября 2014 года указом президента Республики Беларусь Владимир Захарчук назначен начальником управления внутренних дел Гомельского облсполкома. На вопросы, которые касаются деятельности УВД Гомельского облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Владимир Андреевич, сейчас в стране набирает обороты вступительная кампания. Школьники делают первый, наверное, такой важный жизненный шаг – это выбор профессии. А вы помните, как и почему в свое время решили, что дело в вашей жизни – это охрана правопорядка? Выбрать служебный путь, избрать профессию – это, наверное, обязанность родителей и наших школьников. Я прекрасно помню, что примером для меня был местный участковый инспектор Новик Иван Степанович. Я, как сегодня помню, это был страж правопорядка, это был пример дисциплины, нахождение всегда его в то время, где нужно оказание помощи. И вот, наверное, его пример послужил избранием моей профессии. Я благодарю то мое решение, которое я принял. И сегодня я удовлетворен своим решением, что служить народу – служить нашей Республике Беларусь. Несколько лет вашей биографии прошли в Минске. Опыт работы в Главном управлении уголовного розыска помогает сейчас в вашей нынешней деятельности? Практически всю деятельность служебную я связывал с работой в уголовном розыске. И те три года, которые я проработал в Главном управлении уголовного розыска – это большое подспорье. Мне пришлось сталкиваться с масштабами совершаемых преступлений по всей Республике, определять какие-то первоначальные мероприятия. И, конечно, вот та учеба, тот практическая деятельность, она послужила дальнейшим ростом. И, соответственно, сегодня обеспечивает все вопросы на нашей Гомельской области. Владимир Андреевич, очень популярные у всех, наверное, категории населения сейчас телесериалы о работе правоохранительных органов. У вас есть какой-то такой свой любимый фильм или сериал о работе милиции? Он у меня есть, и я всегда ставлю пример своим подчиненным «Это место встречи изменить нельзя». Это фильм исторический, фильм того времени, когда в послевоенное время была изображена та реальная картина, когда наша страна поднималась с колен, когда вот та банда, которая, значит, совершала преступления и профессионализм тех актеров – это действительно творчество. Вот основу сегодняшнего профессионального ядра тех сотрудников, которые работают в органах внутренних дел, я считаю, это прекрасный этот фильм. Телесериал, который сегодня, значит, мы видим, он как-то расходится с действительностью. Ведь нам нужна реальная жизнь, реальная служебная деятельность, которая в целом у нас стоит перед личным составом. Спасибо. Попробуем ответить на вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста. Алло. Вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Добрый день. Добрый день. Я Котова Елена Леонидовна. Живу в Костяковке. Я писала благодарственное письмо в адрес старшего лейтенанта Омаркевича Кирилла Владимировича, который работает участковым, работает у нас в Добруше, РОВД. Я хочу отметить, что он очень положительно относится к любовью к своей работе. Спасибо большое, Елена Леонидовна, за звонок. Спасибо, что вы решились, позвонили. Владимир Андреевич, вот есть и сегодня, да, такие анискины? Хорошо, что есть. Ольга, большое спасибо. Я хочу сказать, конечно, Елене Леонидовне, что вот эта женщина, она с какими-то элементами волнения, но она излагает суть помощи нашего участкового. В обязательном порядке мы проанализируем суть вот этого звонка, потому что вот похвала, слова благодарности наших граждан, это большая, будем говорить, помощь в формировании идеологических вопросов личного состава. Действительно, не каждый на сегодняшний день гражданин готов высказать слова благодарности за оказанную помощь. И у нас на сегодняшний день в обязательном порядке стоят те задачи прийти, оказать необходимую помощь. Или это участковый, или это сотрудник уголовного розыска, или других подразделений личный состав. Владимир Андреевич, а ведь сотрудникам милиции приходится сталкиваться каждый день не с такими приятными женщинами, как наша телезрительница Елена Леонидовна, а с куда менее интеллигентными людьми и с достаточно тяжелыми ситуациями. Скажите, удается ли сохранить веру в человека и доверие к людям вот на этой работе? Сегодня наш сотрудник милиции в целом это подготовленный, штучный даже, хочу сказать, сотрудник, который в любой сложной ситуации должен приметь верное, правильное решение. Да, даются определенные полномочия, даются определенные права и обязанности. И в каждой ситуации сотрудник наш сегодня должен правильно принять решение. Видя горы, применить физическую силу, он должен принять законное решение. И каждый наш сотрудник на сегодняшний день в состоянии обеспечить все эти вопросы, которые стоят в тех задачах по внесению службы. Скажите, пожалуйста, какой по результатам данных соцопросов уровень доверия у населения к сотрудникам милиции? Да, всем известно, что в целом оценка деятельности милиции – это то доверие, которое дает наше население. На уровне Министерства внутренних дел в целом как по республике, так же и нашими сотрудниками проводится мониторинг общественного мнения. И я хочу сказать, что это очень приятные, положительные наши наработки, что в последнее время уровень доверия населения по Гомельской области в целом растет. И мы это понимаем. Мы это понимаем, совершенствуемся, конечно. В каждом определенном случае тот мониторинг, который проводим, мы разбираем глубоко с личным составом того или другого определенного районного центра. Мы провели наш собственный соцопрос на эту тему. Давайте посмотрим нашу постоянную рубрику «Есть мнение». Да, конечно, они помогали. Были случаи. Я считаю, что надо доверять милиции. Если мы не будем им доверять, то что же у нас будет тогда в государстве? Был такой случай, когда, где мы живем, так, там ставили машины, вот так наставят. Я вызвала милицию, вызвала, и они все сделали. Теперь нормально. Поэтому я доверяю. У Плакова ничего не скажу, потому что они всегда вежливы, всегда у них все по закону, придерживаются закона. Не сталкивалась как-то. Поэтому хочется доверять, верить, что все правильно делается. Ну, честно говоря, с сомнением отношусь к милиции, к нашей. Хочется, конечно, верить, но... Жизнь показывает, что часто делают некие действия ради галочки, а не ради действительной охраны порядка. У меня такое ощущение возникает. Например, можете привести? Примеров столько много, что так сразу не вспомнить. Но, честно говоря, я скорее милицию боюсь, чем бегу к ней за помощью. Не очень. Я много расталкивалась и как-то не внушаю доверия. Почему? Действия их? Действия. Очень... Ну, были такие случаи, когда они просто ничего не предпринимают. Сорок с лишним лет проработал водителем. И в другой раз очень жалко, когда кто-то где-то как сильно нарушает правила и все, и нет милиции. Вот хотелось бы, знаете. Но в другой раз не хватает какой-то смелости позвонить на горячую линию и сказать, вот там такой-то, такой-то. Нет, без милиции плохо. Конечно, доверяю. Милиция должна быть. Вообще, сложности, да. Работа у них нелегкая. И ответственность у них большая за всех. Владимир Андреевич, а как Вы думаете, почему люди порой боятся позвонить и сообщить о происшествии? Боятся, что к ним невнимательно отнесутся? В какой-то мере я допускаю о том, что граждане могут не доверять. Наверное, в силу отсутствия какого-то профессиональных качеств, того сотрудника, где обратился гражданин или предоставил для нас ценную служебную информацию, ну, наверное, какое-то недоверие появилось. Но, тем не менее, посмотрев вот этот сюжет, я хочу сказать, что милиция сегодня обеспечивает правопорядок. И милиции нельзя бояться. К милиции надо идти. Ведь сегодня неправомерное действие и незаконное решение того сотрудника праве обжаловать каждый гражданин. И своевременное обращение гражданина по тем недовлетворенным каким-то вопросам нашим сотрудникам, это есть подведение итогов, это есть как бы разбор тех фактов жалобы гражданина, где пред, значит, личным составом они будут допускаться. Владимир Андреевич, с точки зрения любого обывателя, эффективность работы милиции оценивается тем, насколько человек себя чувствует в безопасности, спокойном за свою жизнь, за своих близких, за свое имущество. Как вы думаете, можно ли гулять сегодня, например, вечером в Гомеле, в Светлогорске, в Речице, по улицам и чувствовать себя в безопасности? Вот если сравнить картину у нас и у соседей в дальнем зарубежье, то как будет выглядеть вот это сравнение? Ольга, я хочу ответить, что не только можно, нужно гулять. Ведь у нас такой прекрасный город Гомель, у нас такая прекрасная Гомельская область. И если брать наши крупные территориальные отделы, крупные районы, то у нас практически безопасность обеспечена. Выводы я делаю в следующем. Когда я еще работал в Министерстве внутренних дел, и у нас находились гости из ближнего и дальнего зарубежья, видя нашу чистоту, видя наш правопорядок, они спокойно гуляли по городу Минску в нашное время. Это действительно у нас правопорядок обеспечивается в Гомельской области. Но продолжить мысль, я хочу сказать, что все-таки благодаря помощи граждан во всех этих вопросах, профилактике, оказании помощи, и мы формируем правопорядок, законопослушание наших граждан. Поэтому я гарантирую, что можно отдыхать, гулять в наших городах, в Республике Беларусь и Гомельской области. Я думаю, что вы добавили нам уверенности в этом ощущении собственной безопасности. Но скажите, пожалуйста, а как же все-таки выглядит статистика, если сравнить цифры? То, что у нас происходит сейчас? По результатам пяти месяцев у нас произошел рост по линии всех служб на 14% и по линии уголовного розыска на 13%. Причины произошедшего роста. В первую очередь это совершение хулиганских проявлений, совершение грабежей и основной вид это совершение краж. Причина по совершению краж. Конечно, большой объем профилактической работы со всеми субъектами, профилактиками, территориальными органами проводится работа. Но тем не менее, беспечность наших граждан, свежие, горячие факты я готов прямо сейчас привести, когда граждане не применяют мер к сохранности велосипедов, подъездах, находясь на отдыхе возле наших рек, озер, открытыми оставляют автомашины, вдалеке сами находятся. Вот это есть и причина совершения роста вот этих преступлений. Ну, о кражах мы еще потом поговорим, почему, как они совершаются. Что касается других преступлений, те же хулиганства, кто они, эти хулиганы? Хулиганство я хочу разделить как бы на два вида. Это хулиганские проявления отношений граждан, где избивают граждане. Это в силу причин нахождения состояния алкогольного опьянения. И второй вид хулиганских проявлений – это порождение имущества. Порождение имущества машин, стоящих во дворе. Опять, в многих случаях неправильная постановка автомашины во дворе. Есть проблема в целом у нас под воровым территорием. Ну и те правонарушители, которые в последующем привлекаются к уголовной ответственности, вот они и совершают данные преступления. Конечно, профилактика – это основной как бы вид профилактической работы в предупреждении совершения этих преступлений. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире в 77 68 45, номер телефона, по которому вы можете задать вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему диалогу. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и принимаем в нашей студии очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Владимир Андреевич, меня зовут Юля. Вот я сама проживаю в центральном районе города Гомеля, вот по улице Мазурова. И я искренне хотела просто поблагодарить всю милицию центрального района за то, что просто спокойно на улице. Сама я в данный момент вообще нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. С ребенком вот каждый вечер мы прогуливаемся. Ну, и вы понимаете, я чувствую себя спокойно и в безопасности. Я просто от всех простых граждан хочу вам выразить огромную благодарность. Мы чувствуем вот, ну, заботу о себе. Спасибо вам большое. Чисто, аккуратно. Никогда нет никаких вот, ну, вопросов. И безопасно просто прогуляться. Спасибо, Юлия, за звонок. Владимир Андреевич, приятно, я думаю, такую оценку услышать в работе своего ведомства. Да, действительно. Большое спасибо, Юлия, за этот звонок. Это большая оценка, когда граждане звонят и конкретно вот по определенному нашу району, центральному дают оценку и положительные в целом слова благодарности. Владимир Андреевич, вы ведь хорошо знали наш регион и до того, как возглавили областное управление внутренних дел. С вашей точки зрения, чем криминогенная ситуация на Гомичине отличается от подобных в других регионах? Сравнивая оперативную обстановку с другими регионами, она практически одинакова. Конечно, у нас по численности населения, наши все вопросы, которые завязаны с приграничьем, ну это особенности нашей работы и вопросов всех взаимодействий с правоохранительными структурами. И действительно, ведь сегодня у нас идут учения по защите наших южных рубежей границы. Это опять же все эти вопросы как бы немножко предопределяют основные функции наших основных оперативно-служебных задач. Так, в целом, как я говорил первоначально, обстановка она под контролем. На сегодняшний день я хочу сказать, что большая помощь в тех вопросах и обеспечении оказывается у Босполкома в лице губернатора. Наши вопросы служебной деятельности, которые мы вносим в предложение рассмотрения на седании с Босполкомом, в обязательном порядке, они с согласия и прокурора области рассматриваются, принимаются конкретные решения, оказание помощи. Мы плотно взаимодействуем с МЧС, там, где существует детище нашего губернатора, так называемые смотровые комиссии, где входят субъекты профилактики, определены конкретные контрольные меры по обследованию жилища, проживающих. И вот эти все мероприятия, они дают положительный результат оперативно-служебной деятельности. — Скажите, пожалуйста, а какова ситуация с раскрываемостью преступлений? — На сегодняшний день у нас раскрываемость по категории тяжких, особо тяжких против личности выше, чем по аналогичному периоду прошлого года. Раскрываемость выше преступления — это по линии всех служб и по линии уголовного розыска. Как мы первоначально с вами вели разговор, соответственно, произошел рост, но раскрываемость выше. Успех в чем? Я хочу обратить внимание, это совместное взаимодействие с Следственным комитетом, комитетом судебных экспертиз, там, где у нас практически по дежурным, по горячим следам, преступления категории тяжких, особо тяжким, которые на особом контроле, на первоначальном этапе обеспечивается взаимный выезд, плановость, наступательность по взаимодействию и раскрытию таких преступлений. — А граждане помогают раскрывать преступления милиции? — Конечно. Это очень такая щепетильная тема. Я готов высказать огромные слова благодарности. На особом контроле эта помощь у нас, значит, на уровне УВД, территориальных отделов, потому что граждане, если правильно выстроена работа участкового инспектора, начальника милиции, граждане всегда придут на помощь в обязательном порядке. У нас граждане поощряются. Мы говорим слова благодарности, мы имеем возможность пошить в материальном плане, у нас имеется и телефон доверия, там, где мы, значит, принимаем сообщения любого характера, это и по вопросам борьбы с пьянством, произоставлении другой значимой информации. Большое спасибо нашим гражданам. — Кражи — это лидер криминального рейтинга, казалось бы, в наш век технологий. Защитить от проникновения в свое жилище, гараж, автомобиль, ну, есть неимоверное число способов. И все-таки преступники идут на различные ухищрения, и как-то это им удается. Вы уже говорили, да, что лучше всего им в этом способствует доверчивость самих граждан. А что еще? Какие есть сегодня инструменты у преступников? — Ольга, сегодня у нас кражи составляют 70% уголовно наказуемых деяний, регистрируемых. И насколько мы видим, по отдельному виду краж из жилищ, из объектов, основной упор на профилактику — это оборудование охранно-пожарной сигнализации. Это, значит, возможность преданогласности. Это каждый гражданин имеет право обратиться в сдачу квартиры под охрану. Ведь мы по статистике знаем, что единичный случай из таких охраняемых квартир или других объектов совершаются кражи. Как я и отмечал, беспечность наших граждан в непринятии мер по сохранности имущества. Это и кражи из автомашин. Потому что на сегодняшний день мы видим возле наших массовых мест пребывания граждан, мест отдыха, наших больших торговых объектов, там, где оставляют автомашины, на видном месте автомашины, значит, большие сумки, дамские сумки, значит, ноутбуки. Это все как бы дает пищу нашим преступникам. Доверчивость и сердобольность, конечно, никак нельзя считать отрицательными качествами, но уж как они иногда на руку мошенникам. Давайте посмотрим сюжет. Такой вид преступлений для Гомельской области новым назвать нельзя. Придумать причину, по которой можно попасть в дом и различными способами завладеть чужим имуществом, пытались и ранее, причем часто успешно. И уже в этом году зарегистрировано еще около 40 таких случаев. Сотрудники милиции уверены, если бы многие люди не были такими доверчивыми, статистика была бы совершенно другой. Лица, которые являются потерпевшими по этой категории дел, это в большинстве случаев люди престарелые, проживающие в отдаленных деревнях, живущие, одиноко живущие. И многие из этих людей проявляют свои человеческие черты, то есть пускают потенциального преступника в дом под видом попить воды, отрезать кусок сала, дать покушать. Также доверяя власти, они пускают людей, которые представляются социальными работниками, рассказывают им о том, что происходит какая-то мнимая деноминация, нужно переписать купюры денег. Обычно в роли преступников выступают женщины, которые при совершении кражи используют так называемый оперативный гардероб. Парики, очки, сменную одежду, макияж. Причем часто злоумышленники действуют группами. Пока одни отвлекают потерпевших, другие буквально обыскивают комнаты. В апреле этого года таким образом в Ельске украли 6,5 миллионов рублей у ветерана Великой Отечественной, к которому для оказания помощи ко Дню Победы под видом работников социальной службы пришли две женщины. Зарегистрированы такие случаи и в Гомельском районе. Просто меня отвлекают. А третья уже шарит, перевернула все на свете. У зали там, и все, искала денег, потому что там такая шкатулочка, там документы, паспорта, вот, права мои, я раньше на машине тоже ездил. Вот что, когда-то уже мы после поглядели, вот, что все перевернуто. Но денег они не нашли, потому что у нас денег дома не было, и пенсии мы еще не получали. Глянула, и она, это, одна, хоть уже, там она, значит, это, ну, что, сюда она зашла, да? Да, там она уже поискала, но не нашла она ничего, и она уже сюда. Я туда, и то и ноги болели, то и ноги не перестали болеть. Я подскопила, и, ну, она тут еще, ну, немного она прошла. Я, 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 за кого, нет, это. При этом спонтанно преступники действуют далеко не всегда. Обычно они хорошо знают, куда и к кому идут. Показательным в этом плане можно считать случаи в Житковичском районе. Одна из участниц преступления узнала о проблемах в семье местной жительницы. Дальше в действие вступил детально разработанный план, основанный на особенностях человеческой психологии. Из преступниц подкинула потерпевшей черный лоскуток материи. Потом обратила на это внимание, когда приходила в гости. Она была вхожа в этот дом. И на этом создала ауру, что в отношении этой женщины потерпевшей наведена какая-то порча, и ей может, с ней может что-то случиться. И предложила помощь, и что у нее есть знакомая ведунья, которая может снять эту негативную порчу. Из Гомеля выехала другая подельница, тоже женщина в возрасте, которая под видом лица, способного оказать помощь, пришла в этот дом, начала оказывать помощь и завладела суммой денег. Данное преступление раскрыто. Преступники, преступница, совершившая непосредственное преступление, задержана, арестована, находится в следственном изоляторе. Вторая ее подельница находится на стадии следственного рассмотрения. Вы смотрите «Диалог», начальник УВД Гомельского облсполкома. Владимир Андреевич Захарчук сегодня у нас в гостях. И есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Очень приятно, что вы занимаетесь вопросами работы внутренних органов, и что это звучит в эфире, поэтому отдельное спасибо и белой телерадиокомпании в лице Гомельского объединения. Спасибо. Я хотела бы таких два маленьких вопроса задать. По мировому опыту известно, что огромное количество женщин привлекается к работе в полиции, и мне хотелось бы узнать, какая статистика сейчас существует и планируется ли привлекать к работе, в том числе поставыми женщин, не только в органах дознания, и где, собственно, они проходят обучение в таких случаях. Может быть, послеармейская какая-то, возможно, призывная работа с ними. И один вопрос, который касается, ну, меня как женщину волнует, то, что в жару милиционерам, мне кажется, немножко жарко в той форме одежды, которая у них есть, а зимой бывает такое, что достаточно холодно. Не планируется ли выйти с ходатайством на органы управления, чтобы была суперлетняя и суперзимняя форма одежды, чтобы мы заботились о наших защитниках тоже по-человечески, и чтобы это было для них удобно и полезно. Спасибо. Спасибо вам, дорогая телезрительница, за такие вопросы, чисто женские, очень важные. Спасибо. Владимир Андреевич, прокомментируйте, пожалуйста, сколько сотрудниц в милиции? Сегодня у нас работают женщины во всех службах. И, как было сказано нашей жительницей, у нас работают и постовых, у нас и работают они в ИДН, особенно в ИДН, и в аналитических службах. И на сегодняшний день основная возможность принятия на службу – это после высшего образования, когда по всем тем деловым качествам девушка подходит к нам на службу, в последующем у нас определяются шестимесячные курсы в городе Минске по специфике подбору на ту или иную специальность, профессию, значит, мы ее направляем на курсы, и она, соответственно, дальше принимается на службу. По второму вопросу – да, действительно. И сегодня хочу сказать, что форменное мундирование у нас усовершенствуется. Та форма, которая была пятилетней давности, она сегодня усовершенствуется. Сегодня разные у нас и головные уборы, и летнего сезона форма, и практически вот по мере возможности приобретения личный состав переодевается в возможную по сезону форму. Спасибо большое. Давайте перейдем к обсуждению увиденного в сюжете. Действительно, люди, которые утратили и человечность, и совесть, иногда пользуются такой почти безграничной доверчивостью стариков, обманывают их, бывают совершенно циничные преступления. Несмотря на то, что эти трагедии освещаются, широко освещаются в СМИ, все-таки они происходят. Как вы считаете, в чем причина? Это милиция недорабатывает в каких-то профилактических мероприятиях, это граждане не слышат. И как ситуацию планируется исправлять? По анализу совершенных данных преступлений, это совершают мошенники. И надо признать, что, наверное, мы все недорабатываем. Как с вопросами профилактики органов внутренних дел данных видов преступлений, где совершаются отношения простарелых. И, опять же, будем говорить, того актива деревни. Ведь мы же знаем, по анализу совершенных преступлений, когда появляются мошенники, должен быть актив деревни, населенного пункта, агрогородка, всех в ружье. Мы же это прекрасно знаем. Или мы видим, когда индивидуальный предприниматель разводит продукты для населения, или вот с таким, будем говорить, подходом, эти мошенники совершают преступление. Мы разрабатываем памятки, соответственно, и плотно мы работаем со СМИ. Но когда они касаются горы, гражданина, он, конечно, не берет этого внимания. Ведь мы прекрасно знаем, что, проживая в деревне, пожилые наши граждане, они имеют родственников. И, дабы обеспечить родственников, напомнить, обратить внимание, ну, не давать возможности заходить в эти наши жилые помещения, все-таки в определенных случаях граждане это недопонимают. Работа нами проводится, значит, используя возможности в сельской местности, где проходят заседания исполкомов, где, значит, присутствуют председатели сельских советов, предприятий, руководители предприятий, организаций. Данная работа, проблема доводится. Ну и, соответственно, в определенной ситуации положительный результат есть. Может, просто внимания и общения не хватает? Пожилым людям они готовы впустить в свой дом вот первого попавшегося человека, который проявил вроде бы благожелательность, улыбнулся, где-то там поинтересовался здоровьем, и все, проходи. Ольга, мы по видеосюжетам видели, насколько вот эти мошенники, они работают как артисты, на доверие входят пожилым нашим гражданам и совершают эти преступления. Да, Жуды. Все-таки, будь мы все более бдительны. Спасибо. У нас есть звонок на линии, дожидается наш телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Александр Семенович. Хочу задать вопрос. Как идет оснащение города Гомеля, улиц его города, других городов, камерами видеонаблюдения? Спасибо. Очень важный вопрос, очень актуальный. Александр Семенович, большое спасибо. Да, действительно актуальный вопрос. И мы знаем, что благодаря вообще видеосистем, это и масштабы всей республики, это и профилактика совершения административных пронарушений и раскрытия преступлений. На сегодняшний день, значит, по дорожной безопасности у нас запланировано установление по нашим дорогам в Гомельской области в многих районах, значит, порядка 36 видеокамер. И в соответствии с указом президента, значит, у нас в городе постепенно, последовательно обеспечивается установка видеонаблюдения. Эта работа, она находится на особом контроле. Значит, те проблемы, которые существуют, и насколько мы оцениваем, с определенными предложениями входим в областполком, ну и, конечно, мы видим поддержку в решении этой проблемы. Владимир Андреевич, а Госавтоинспекция, ведь тоже сообщает об увеличении числа дорожно-транспортных происшествий, несмотря на все принимаемые профилактические меры, а в этом направлении областное управление работает очень активно, у нас рост ДТП. С чем вы это связываете? Да, мы признаем. Ольга, что сегодня у нас произошло количество совершенных дорожно-транспортных происшествий, рост гибели наших участников дорожно-транспортных происшествий. Я хочу сказать, что принято рад управленческих решений, также вопрос взаимодействия, оказания помощи, это подразделениями стрела из города Минска. В основу основ у нас заложены мероприятия по профилактике, вскрытие проблем, причин совершения дорожно-транспортных происшествий, доведения до населения. Работа эта на особом контроле, работает у нас и комиссия по дорожной безопасности на уровне Босполкома. Значит, привлекаем дополнительно вспомогательные силы, на постоянном контроле находится данная проблема. Спасибо, Владимир Андреевич. Есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, коротко и по сути изложите ваш вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Добрый день. Владимир Андреевич. Добрый день. Хотелось бы у вас спросить по поводу работы участковых инспекторов милиции. Пожалуйста. У меня брат двоюродный, он употребляет спиртным, и именно благодаря участковому, на мой взгляд, он закодировался. То есть, в ЛТП не поехал, но он закодировался, и сейчас ведет нормальный образ жизни. Но вот, по моему мнению, человек потратил, ваш сотрудник, достаточно много сил и усилий. Несколько раз ВВС оформлял его для содержания, в суд водил, ну, неоднократно заходил, беседовал, комиссия смотровая приходила. Я хотел спросить, вот, насколько участковый инспектор милиции занимает время по рассмотрению бытовых скандалов, семейных, и как в целом оценивается значимость его работы для милиции? Назовите, пожалуйста, Назовите, пожалуйста, имя участкового, который так повлиял на жизнь вашей семьи, в хорошем смысле. Как его зовут? Фамилию не вспомнил. Александр Васильевич, он на втором участке работы для новобили. Спасибо большое. Владимир Андреевич, насколько значима работа участкового, конечно, мы даже и говорить не будем. В общем, она очень важна. Сколько времени уходит на эту работу по разрешению конфликтов, потому что нужно знать всех, нужно знать каждую семью, которая на твоем участке, какие у кого проблемы с законом, с зависимостями. Можно работать день и ночь, в общем-то, не прекращая. По своим должностным обязанностям наши участковые инспекторы это в первую очередь работают с населением. И основное время уходит именно на те вопросы, которые задают наши граждане, как в данном случае наш слушатель обратился. И общей сложности, если по нашим суткам, то, наверное, процентов 80 это работа с населением. Ведь когда участковый инспектор знает по своему административному участку населения, знает оперативную обстановку, знает конкретно проблемы по каждой семье, он готов всегда прийти на помощь. Этой задачей особо на постоянной основе уделяется внимание, поэтому всегда участковый решает эти все стоящие задачи. Ну, это очень хороший пример. Ну, я думаю, что не у всех, к сожалению, сотрудников хватает сил, хватает энтузиазма за то, чтобы вот с такой отдачей работать и действительно вникать во все проблемы своего участка. Но хотелось бы, чтобы таких примеров, о которых сегодня мы говорили, о которых сегодня говорили наши телезрители, было больше. Особенность летнего периода то, что люди отправляются на отдых, собираются в компании, иногда употребляют и горячительные напитки, что само по себе уже фактор риска, идут на водоемы, идут куда-то в лес. Милиция без внимания эти участки, конечно же, не оставляет. Как складывается ситуация вот в начале летнего сезона на Гомельщине? Сегодня в целом по всей нашей области органы внутренних дел обеспечивают общественный порядок на местах пребывания граждан. Это где оборудовано для плавания, места отдыха. На сегодняшний день наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка в всех лагерях, где наши дети. И действительно, это первостепенная задача. Но я хочу сказать, все-таки привязывая к этому вопросу, элементарные правила, культура наших граждан. Это действительно так. Когда наблюдаешь, с дачи возвращаются граждане, и мусор останавливаются, выставляют рядом с автобусной остановки на больших наших трассах, где в последующем ночное, вечернее время, и дикие животные, и птицы, все это разносят. Ведь это неверное движение. Ведь у нас и в целом и по городу, и на въездах крупных городов у нас оборудованы места для сбора мусора. И действительно, пользуясь вот этим присутствием, возможностями, я хочу обратить внимание на эти вещи. Владимир Андреевич, к сожалению, время уже отведенное нам в эфире заканчивается. Спасибо огромное, что вы нашли возможность, пришли сегодня к нам. Спасибо, до свидания. Начальник УВД Гомельского облсполкома Владимир Захарчук сегодня был гостем в нашей студии. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова